Уважаемые коллеги, здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем приветствовать вас в мобильной студии первого медицинского канала, которая сейчас находится на 18-й ассамблее «Здоровая Москва». И я рада приветствовать нашей студии Светлану Альбертовну Валиулину. Здравствуйте, Светлана Альбертовна. Здравствуйте. Первый заместитель не неотложной детской хирургии и травматологии, руководитель отдела реабилитации, главный детский реабилитолог города Москва. Все правильно? Да, все правильно. Мы знаем, что на ассамблее вы рассказывали о 10-летнем опыте мультидисциплинарного подхода к реабилитации, который вы применяете в вашем институте. Чего удалось достичь за эти годы? За эти годы достичь удалось очень многого. Во-первых, было внедрено большое количество современных новых методик, средства и методы реабилитации разные применялись. Что-то отсеивалось, что-то добавлялось. Использовали, изучали опыт международный, изучали свой отечественный хороший опыт. И, в принципе, в лечении, в реабилитации детей с тяжелыми травмами, с тяжелой черепно-мозговой, с тяжелой спинальной травмой, с тяжелыми повреждениями костей, мягких тканей, нервов, мы смогли достичь очень приличных результатов. И доказать, что если своевременно оказывается специализированная помощь, если своевременно оказывается реанимационная помощь, если пациент своевременно доставляется туда, куда он должен быть доставлен, если своевременно в реанимации начинается реабилитационная помощь, то исходы восстановления совершенно другие, нежели упущенное время. Какие виды реабилитации представлены в вашем институте? Наверное, очень большое количество, да? Ну, насчет видов реабилитации, во-первых, реабилитация сама по себе, это мультидисциплинарная, и работает большая мультидисциплинарная команда. Это и специалисты двигательно-физической реабилитации. Это врачи ЛФК, это инструктора-методисты ЛФК, это инструктора ЛФК, это массажисты, это физиотерапевты в российском понимании этого слова, это медицинские сёстры по физиотерапии, это как бы специалисты физической реабилитации. Обязательно, кроме реабилитолога, невролога или травматолога сопровождают эту команду врач-педиатр, оценивая толерантность к нагрузкам, потому что только изучая вот эти вот составляющие, можно подобрать правильно, адекватно реабилитационную программу, иначе очень легко перетренировать пациента. И очень большая это психолого-педагогическая реабилитация по восстановлению когнитивных функций у пациента, по восстановлению сознания, если ребёнок в процессе травмы или заболевания утрачивает сознание или там выходит в сниженное сознание. То есть это очень большая команда. Отдельно команда в этой, вот психолого-педагогическая, работает, например, по восстановлению глотания. Вот надо помнить и понимать, что реабилитация, это во всём, она мультидисциплинарная. Даже работая над маленькой задачей, да, какой-то, ну хотя восстановление глотания — это не маленькая, это большая задача, там тоже работает несколько специалистов, там работает педиатр, там работает невролог, там работает логопед, и там работает тот невролог, потому что мы должны понимать, как восстанавливается глотание, а не восстановив полноценное глотание и не обеспечив полноценное питание нормальным, естественным путем, мы успеха не достигнем. Если мы говорим, да, там существуют тоже разные методы оценки, и шкальные, и объективные методы исследования разные. Работаем над чем-то другим, работаем над, например, восстановлением сознания, там тоже большая команда работает, и невролог, реабилитолог, и нейропсихолог, и нейропсихиатр, хотя меня ругают, что я так называю психиатр, говорят, что вот он психиатр и психиатр. Нет, вот именно нейропсихиатр, которые обучаются и знают вот эти вот особенности восстановления, повреждений нервной системы. Там тоже громадная команда работает, потому что мы также работаем с детьми со сниженным сознанием, если вот так говорить, что даже в сниженном сознании ребенок находится в вегетативном состоянии, он очень много сигналов выдает во внешний мир, до 300 сигналов, и это нужно разузнать, определить эти сигналы, понять и научить родителей их распознавать. То есть ребенок может на прикосновение мамы, например, покраснение у него какой-то лица, или увлажнение ладошек появилось, или еще какие-то, или мурашки какие-то по коже пошли. Там вот очень много разных сигналов, то есть нужно их правильно распознать, понять. Мы оцениваем у таких пациентов вообще какие сигналы, какие стимулы сохранены, либо через зрение, либо через слух, либо тактильно определяем, и после этого начинается стимулотерапия, чтобы... Но опять-таки психолог медицинский, который работает над этими стимулами терапии, он работает в комплексе с инструктором-методистом ЛФК, то есть везде идет работа мультидисциплинарная, во всем абсолютно. — Детская травма — это, конечно, травмирующая ситуация и в первую очередь, наверное, для родителей тоже, да? — Да, конечно. — Как вы... Наверняка у вас есть и психологи, которые работают с родителями, ведь реабилитация — это не всегда и далеко не постоянный стационарный этап, правильно? Ребенок оказывается дома, где родители, по сути, являются ухаживающими, и им тоже очень много нужно преодолеть. Как вы работаете с родителями? — Если психолог подключается к этой семье только тогда, когда он выписался, ребенок из первичного стационара, поверьте мне, что это очень поздно, и время потеряно полностью. Есть такое понятие, как периодизация горя. Неделя первая — это что произошло, почему, что, непринятие этой ситуации. И наши психологи начинают работать именно вот в эту неделю. Именно это важно. — А как они попадают в первичный стационар? Там, где, ну, в реанимацию? — На скорой помощи, на вертолете, с места происшествия. — А это военная служба психологов? — Нет, зачем? У нас в команде работают психологи. Мы, создавая службу, мы, прежде всего, ориентировались на нейро-реабилитацию. Прежде всего, это самая тяжелая, так скажем, ноша, самая тяжелая работа. И всех больше специалистов здесь работает. И без специалистов психологопедагогической службы бесполезно совершенно выстраивать реабилитацию. Мы, как говорим, у нас такое есть понятие, мы можем его, пациента, очень хорошо продвинуть в двигательном плане, а голова не включилась. И у нас называется это «всадник без головы». То есть совершенно должно очень гармонично восстанавливаться всё одновременно. И мы иногда видим, что мы даже смотрим и приоритеты ставим. И иногда приоритеты больше когнитивные, потому что двигательно мы догоним. А вот если голова не включилась, то мы не догоним уже. — Это важно, наверное, в ранний этап делать. — Это только ранний этап. Только ранний этап. Во-первых, есть такое понятие, как спонтанное восстановление. Когда происходит травма, сразу же запускается процесс спонтанного восстановления. Они сами по себе в организме запускаются. И нам не нужно мешать этому спонтанному восстановлению, а наоборот, нашими силами помочь, чтобы лучше восстанавливался ребёнок. — Это очень тяжёлая специальность, наверняка. Как вы описываете, действительно очень сложно. Как обучаются врачи-реабилитологи? Как представлена эта система? Это первичное какое-то прохождение? Нужно ли иметь какое-то до этого неврологическое или другую специализацию? — Во всём мире на специальность реабилитолога готовится так же, как на кардиохирурга, на нейрохирурга, даже больше. Потому что реабилитолог должен знать фактически все области. Вот. И сейчас в нашей стране очень мы продвинулись тоже в этом вопросе. Во-первых, что нас сдерживало? У нас не было специальности реабилитолога. Первая учёба была для преподавателей, потому что слишком мало вузов, которые могли взять на учёбу, обучать специалистов. Подготовили специалистов. И в сентябре этого года началась первый цикл подготовки уже врачей. Это ординатура? Восемь кафедр. Нет, это пока девятимесячная подготовка. Потому что у нас сегодня в наличии врачи-физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры, рефлексотерапевты. Они первые запускаются на эту учёбу. Но плюс тут могут захотеть педиатры, неврологи, травматологи. Но в профстандарте было прописано, чтобы обязательно специалист имел какую-либо ординатуру. И вот с этим мы сейчас столкнулись со сложностью. Потому что далеко не все специалисты, особенно те, которые уже давно, 20-30 лет назад закончили, тогда не было обязательной ординатуры. И вот оказались в такой ситуации. Сейчас вносят быстро поправки в приказ, чтобы учиться могли все. А с сентября начинается первая ординатура. Я вас поздравляю. Это очень важно, наверное. Начнётся, а ординатура четырёхлетняя. Четырёхлетняя? Это очень долго. Ну, когда, конечно, ты привыкаешь к двухлетним, наверное... Даже если трёхлетний. Я уже... Ну, не важно. Длительная очень ординатура. Скажите, а достаточно ли кадров в России? Как вам кажется? Вы знаете, вот, ну, поскольку я оцениваю состояние реабилитационной службы в Москве, я главный детский московский реабилитолог, по тому количеству физиотерапевтов, врачей ЛФК, медицинских сестёр физиотерапевтических, массажистов, инструкторов ЛФК, у нас достаточно большая ресурсная база, кадровая база. Такая база, которая готова и может покрыть всю потребность нашу. Но другое дело, их сейчас всех переучивать придётся. Достаточно для этого ресурсов? В принципе, обучающих ресурсов ещё недостаточно. Потому что вот сейчас готовятся специалисты и преподаватели для того, чтобы увеличить объём вот этих продуктов. Я правильно понимаю, что это с отрывом от производства? Ну, с частичным. С частичным. В принципе, с отрывом, но всё равно полностью оторваться от работы, это не представляется возможностью. Если такую большую часть забрать. Я вам сейчас сказала, по физиотерапевтам, это для первичного звена, для первичного, для поликлиник. А вот для стационаров, это учёба, вот та подготовка, которая была у специалистов ранее, этого, конечно, недостаточно. Это совершенно другая подготовка. И что планируется? Самое основное, что планируется, самое основное, это подготовка работы в мультидисциплинарной команде. Это подготовка, обучение специалистов слышать и слушать друг друга. И находить то важное зерно, а не перетягивать идеяло на себя. Потому что это очень большая проблема. Вот я даже скажу о своём десятилетнем опыте. Лет 5-7 ушло, наверное, только на то, чтобы специалисты научились слышать друг друга. Всё равно кто-то себя начинает тянуть в идеяло. Я главный, я главный. А представьте себе, как выстраивать реабилитацию в хирургическом стационаре, когда реаниматолог говорит, я главный самый. Хирург говорит, я самый главный. Как учить работать в команде? Как? Собирать их как-то? Собирать, собирать. Во-первых, у нас, как мы вводили, это еженедельное обсуждение всех тяжёлых больных. Каждый сначала оценивает по шкалам, субъективными методами исследования состояния пациента, нарушенные функции, что ставится краткосрочная цель. Мы уже не говорим о долгосрочной. Мы говорим про краткосрочные цели. Например, нам нужно, чтобы появилось глотание, чтобы уменьшилась какая-либо симптоматика, улучшились функции, потому что реабилитация – это восстановление функций. Мы не с болезнью, не с заболеванием работаем, мы работаем с нарушенными функциями. Мы ставим какую-то задачу, и вся команда работает над задачей, над этой. Потому что даже восстановив, например, ребёнка, поставить на ноги или высадить в коляску, а он не готов у нас когнитивно. Он не готов. Его нужно вывести в коридор, а он не готов, его ещё нельзя туда вывозить. То есть тут работает на стыке специалист психолого-педагогической службы. Учитывая специфику работы, есть такая статистика, что врачи-реабилитологи находятся в группе риска по эмоциональному выгоранию, как и анестезиологи-реаниматологи. Они видят и иногда не видят результатов своей работы, и не всегда они их удовлетворяют, и они выгорают. Как вы помогаете специалистам бороться с этим? Конечно, по-хорошему. В тех клиниках, стационарах, во-первых, где лечатся тяжёлые больные, особенно с тяжёлыми острыми повреждениями, хотя и с хроническими, я тоже скажу, не меньше проблем здесь, где лечатся дети с ДЦП. Выгорание наступает очень быстро. Особенно острые повреждения. Вы понимаете, что такое травма? Её же не ждёт никто. Она в жизнь приходит внезапно. И, соответственно, для этого это шок. Первичная целостность как самого ребёнка, как организм, разрушение, так и разрушение целостности семьи происходит. И твоё дело начать это всё собирать заново. Но ребёнок, чем отличается ребёнок с острым повреждением от ребёнка с хроническим повреждением, с тем заболеванием, с которым он родился? Он уже прошёл антогенетический путь в своём развитии. Он научился сначала сидеть, говорить, ходить, вставать. Постепенно навыки приобретал какие-то. И травма произошла на тот момент, когда у него уже определённые навыки есть. И вот есть такое понятие, как мышечная память, нервная память. То есть он уже это прошёл. И его жизнь, его травма откинула обратно в то состояние, в котором он пришёл в жизнь. И он заново проходит вот это. Но он проходит здесь, может пройти значительно быстрее. Потому что есть нейронные связи, да? Есть память. И несмотря на то, что, конечно, у малышей нейропластичность выше, но вот те связи формируются, на это нужно время. У него ещё не сформировались те нейрональные связи. И нам надо в реабилитации дойти до того момента, до которого он дошёл до травмы, и постараться перешагнуть и дальше идти в развитие. Это сложнее. У того полегче это делать. Здоровья вашим пациентам, здоровья и вашим коллегам, которые трудятся на благо ваших пациентов. Спасибо большое за эту беседу. Уважаемые коллеги, я вас благодарю за участие в наших прямых эфирах. На сегодняшний день это заключительное прямое включение из мобильной студии Первого медицинского канала. Мы вас ждём завтра. Не переключайтесь и следите за нами.